Всем привет! С вами телепроект Первый городской блогер. И это последний выпуск в этом году. С вами я, Наталья Забнина, ваш проводник в мир тайн и интриг шоу-бизнеса. Давайте узнаем, что на этой неделе приготовили нам звезды. Санта-Клаус с маркером 18+. Звезда картины «Тор и Мстители» Крис Хемсворт необычно поздравил поклонников с Рождеством. Главный ночной хулиган страны Дима Билан отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 40 лет. Побил все рекорды. Новый Человек-паук «Нет пути домой» собрал 1 миллиард долларов в кинопрокате. За океаном продолжают обсуждать личную жизнь Джей Ло. Актриса встретила Рождество без Бена Аффлека. Она появилась в компании своего друга Криса Эпплтона. Что касаемо самого Аффлека, то он провел Рождество в кругу семьи. Актер был замечен репортерами на шопинге вместе с дочерью Вайолетт. Что еще интересного произошло в жизни заграничных звезд, узнаем прямо сейчас. Меган Маркл выиграла суд. Больше года длилось судебное разбирательство с британским таблоидом «The Mail on Sunday». Издание опубликовало серию статей с использованием личных писем Меган с ее отцом Томасом. После долгого разбирательства издание признало, что нарушила авторские права. Теперь таблоид обязан выплатить Меган Маркл полтора миллиона фунтов стерлинга. Дуали попланирует всерьез заняться новым проектом, но он никак не связан с карьерой певицы. Артистка заявила, что запускает еженедельный информационный портал «Севазь-95», где она будет делиться с поклонниками советами о макияже, моде и ресторанах. Также издание «Сандэй Мирор» выяснило, что певица зарегистрировала под своим товарным знаком алкоголь, еду и различные предметы обихода. Новый фильм «Кингсмен» с новыми актерами. В продолжении «Кингсмен. Начало» сыграет Харрис Диккенсен. Он будет в роли Конрада, молодого и наглого сына герцога Оксфордского, который хочет служить на благо Англии. Этот актер известен по фильмам «Довод», «Годзилла» и «Мстители. Эра Альтрона». Также в конце фильма всех зрителей ждет еще одно неожиданное появление. Актер, который может стать новой звездой франшизы. Премьера фильма состоится 13 января 2022 года. Звезда картины «Тор и Мстители» Крис Хемстворд необычно поздравил поклонников с Рождеством. Актер выложил снимок в Инстаграм, где продемонстрировал свою фигуру. Фишкой снимка стали борода и шапка Санты, которые он добавил в фотошопе. Поклонники супергероя остались в восторге, закидав комментариями. Например, «О май гад, ты просто супер!» Наконец-то что-то стоящее. Побил все рекорды. Новый «Человек-паук. Нет пути домой» собрал 1 миллиард долларов в кинопрокате. За время пандемии это первый фильм, который смог похвастаться такими кассовыми сборами. И неудивительно, поклонники ради того, чтобы увидеть своих кумиров, ходят в кинотеатр по два, а то и по три раза. По данным кинопрокатчиков, 1 миллиард – это абсолютный рекорд 2021 года. Об этом сообщило издание «Верити». Премьера нового «Человека-паука» состоялась 15 декабря. За это время фильм побил рекорды не только по кассовым сборам, но и отзывам. Компания Sony окрестила фильм с Томом Холландом одним из самых успешных. Так стало известно о появлении четвертой части «О Человеке-пауке». Продюсер Sony Эмиль Паскаль и глава Marvel-студио Кевин Файги заявили, что уже началась работа над фильмом. Сбылась мечта под Новый год. В своем инстаграм-блоге Полина Гагарина похвасталась поклонникам, что переезжает в Дом мечты. Отметим. Ранее Полина признавалась, что она всю жизнь жила в городе и долгое время не могла представить себе размеренный ритм жизни за городом. Однако пандемия внесла свои коррективы. Что еще интересного произошло у отечественных звезд, расскажу прямо сейчас. Влад Соколовский второй раз станет отцом. О беременности своей возлюбленной Ангелины Сурковой он рассказал еще в ноябре этого года. О поле будущего ребенка звезда рассказала на днях в Инстаграм. А также в сториз своего микроблога в Инстаграм певец поделился кадрами с гендер-пати. Выяснилось, что у пары на свет появится мальчик. Главный ночной хулиган страны Дима Билан отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 40 лет. В день своего юбилея он выложил ряд фото в Инстаграм-блоге, под которым оставил жизнеутверждающую подпись. 40 лет жизненных побед. Идем с удовольствием и огромной любовью дальше. На свой день рождения Дима Билан сделал самому себе подарок в виде новой песни «Больше музыки». Настя Ивлеева выложила на своем ютуб-канале видеообзор из дома. После развода блогер переехала из загородного дома в центр Москвы. Ивлеева похвасталась винтажными предметами интерьера, а также множеством музыкальных пластинок. Кроме того, в гардеробе звезды можно найти редкие сумочки и прочие аксессуары известных брендов. Она показала рубашку стоимостью полмиллиона рублей и серебряный крестик с зелеными камнями, которые ей подарили Пугачева и Галкин. Рэпер Гуф женился во второй раз. Свадьба оказалась очень скромной. Вместо дорогого костюма Гуф надел спортивный. Молодожены опубликовали праздничное фото в Инстаграм. Невеста предстала в белоснежном мини-платье в белевом стиле и в высоких ботфортах кремниевого оттенка. Напомним, Алексей уже был женат. В 2014 году рэпер официально развелся с Айзой. И это еще не все новости на сегодня. Вот, что ты увидишь далее. Где отдохнуть новогоднюю ночь? Первая городская афиша на первую неделю Нового года. Почетный артист России. Кировчанка, певица и блогер Екатерина получила орден. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а я уже по традиции начну листать ленты новостей, чтобы найти для вас еще больше ярких и скандальных событий из мира шоу-бизнеса. Всем привет! С вами телепроект «Первый городской блогер». И мы продолжаем. Чем удивляют блогеры Кирова? Например, Анна Егошина на днях открыла новый бренд одежды. Вечернее платье, боди, блузки – все, чего так не хватает современной девушке. А что еще интересного произошло в нашем городе, узнаете в традиционной рубрике «Киров на связи». Водители из Вятских полян провели масштабный новогодний флешмоб «Автоелка-22». По данным паблика «Типичные поляны», 19 декабря в районе аэропорта десятки машин выстроились в форме елки и зажгли фары. Не остались в стороне и сами водители. Они зажгли фонарики и встали в фигуру 2022. Благодаря квадрокоптеру удалось заснять кадры сверху. Получилось красочно и по-новогоднему. Кировчанка-певица-блогер Екатерина Кузина стала почетным артистом России. Об этом девушка рассказала в своем инстаграм-блоге. Екатерина выложила снимок с орденом и подписью «Принимаю поздравления». Екатерина прославилась на всю страну после участия в шоу «Голос». Шеф-повар, певец и блогер Илья Васильев в своем инстаграм-блоге делится с подписчиками новогодним настроением и рецептом «Оливье». Фолловерам он рассказал, какой салат лучше готовить на новогодний стол, поделился его историей и даже приложил список продуктов. Кстати, из блога «Ильи» можно узнать, что автор нашей любимой новогодней закуски – Люсьен Оливье, основавший в 1860 году московский ресторан «Эрмитаж». Его оригинальный рецепт салата был утерян, но в 1904 году его постарались восстановить. Вы придумали, чем займетесь на новогодних каникулах? Поедете за город или на моря? А может быть, останетесь дома и проведете время перед телевизором? В общем, гадать не нужно. Наш корреспондент Кирилл Рябаконь собрал для вас самые яркие события, которые стоит посетить с 1 по 10 января. Всем привет! Рабочая неделя уходящего года уже подходит к концу. И впереди нас ждут долгожданные новогодние выходные. И сегодня я для вас подготовил небольшой список мероприятий, которые надо посетить в январьский мини-отпуск. Меня зовут Кирилл Рябаконь. Погнали! Первое мероприятие, куда можно сходить уже 1 числа, а точнее с 31 декабря на 1 января и побывать на крутом и силевом движении в ресторане Терраса. На этот раз гости переместятся на цирковой манеж и вместе с артистами устроят импровизированное представление с фриками, музыкальными волшебниками и морем улыбок. Поэтому, если вы не знаете, где встретить Новый год или куда пойти после семейного застолья, то ресторан Терраса ждет вас. Дальше 2 января в Вятской филармонии в 19.00 вас ждет много смеха, ведь там будет выступать Андрей Атлас, стендап-комик из Ростова-на-Дону. В проекте «Открытый микрофон» Андрей полюбился зрителям за свой честный юмор, эмоциональную подачу и критичный взгляд на жизнь. В проекте «Рост баттл» от Label.com показал, что он может быть не только добряком, принимающий свои недостатки, но и саркастичным циником, умело подмечающим недостатки других. Поэтому берите друзей и от души посмейтесь вместе с Андреем Атласом. Следующее мероприятие пройдет 3 января в 12 часов дня в Вятской филармонии состоится иллюзионный спектакль «Алиса в стране чудес», где главной героине предстоит пройти огонь и воду, причем как в прямом, так и в переносном смысле. А также она познакомится с большим количеством персонажей и даже сразится с темной королевой. Иллюзионный спектакль-сказка «Алиса в стране чудес» равнодушным никого не оставит. Ни маленького, ни большого зрителя. Знакомы ли вам эти строки? «Хлопай ресницами и взлетай», а также «И ты после фильма кустурицы шагаешь босиком по улице». Да, друзья, это легендарные 90-е года и не менее легендарные «Братья Гримм», которые приедут в Киров 4 января в руки вверх бар. Поэтому, если вы особый ценитель этих ребят и тащитесь по атмосфере 90-х, то вам точно туда. А все остальные дни вы можете провести с семьей и друзьями на природе или просто лежать на диване и запасаться энергией на весь следующий год. А если у вас есть мероприятия, о которых мы не рассказали, то обязательно поделитесь с нами в комментариях. И не забывайте подписываться на меня. С вами был Кирилл Рябаконь. Всем пока! В конце нашего выпуска мы хотим подвести итоги нашего новогоднего челленджа. Напомним, мы предлагали вам снять новогоднее видео. Из десятка присланных лучшим оказался ролик от Кузнецовой Анастасии. Настя, мы поздравляем вас и дарим вам шоппер от Первого городского с подарками. А сейчас смотрим победное видео. Субтитры сделал DimaTorzok Это был Первый городской блогер и я, Наталья Забнина. Подписывайтесь на наши аккаунты, ставьте лайки и увидимся в сети. Всем пока! Увидимся в новом 2022 году. Благодарим за образ для ведущей Евгению Усанову. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok